Дядя Степа 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 И не побоюсь этого слова, именно наши опытные артисты, участники, учились именно вот этому азарту, в конце концов. Поэма Михалкова «Дядя Степа» впервые была опубликована в советском детском журнале «Пионер». А в начале июня, ровно 85 лет назад, ее выпустили отдельной книгой. Поэтому мы остаемся в Молодежном театре, где, как я уже сказал, теперь есть свой дядя Степа. И он по-прежнему интересен и детям, и взрослым. Секрет? Да все просто. Взрослые, вспоминая эти моменты счастья, ты с ними соединяешься, становишься в самом чуточку счастливее. Поэтому мне спектакль так дорог. А что касается детей, ну здесь все понятно, это герой, это для кого-то новый, потому что не все родители знакомят с дядей Степой своих детей. А для кого-то нет, кто-то цитирует наизусть во время спектакля. А сейчас, как я и обещал, расскажу про главные итоги 13-го международного кинофестиваля имени Валентины Михайловны Леонтьевой, который проходил в Ульяновской области с 24 по 28 мая. От всей души это полсотни фильмов из России, Белоруссии, Китая и Израиля. А также три десятка гостей. Гран-при губернатора Ульяновской области за честь и достоинство и именной звезды на площади в сквере по улице Гончарова напротив областного театра кукол удостоился известный по сериалу сваты актер Федор Викторович Добронравов. Это очень волнительно, почетно. Я никогда к себе как к звезде не относился и, дай бог, наверное, никогда и не буду относиться. Спасибо вам за доверие, за вашу теплоту, за ваши аплодисменты. Звездной участницей традиционного фестивального вечера памяти Валентины Михайловны Леонтьевой стала известная телеведущая и певица Оксана Геннадьевна Федорова. Ну, конечно, никто не верил. И через год, когда мы отмечали мой день рождения, как раз в декабре, плавно перетекающий в Новый год, и съемочная группа поделилась. Конечно, у них были ведущие, с которыми уже сложились отношения, и никто, конечно, не верил, что мое такое пребывание на программе затянется. И вот уже 20 лет в этом году будет, как я в декабре, как я веду эту программу. Я не предполагала, и когда, что я буду работать на телевидении, в принципе, особо не стремилась, были разные предложения. Но когда сделали предложение вести детскую программу, я сразу вспомнила образ Валентины Михайловны. Моноспектакль «Счастливые дни» представил в рамках фестивальной программы популярный актер театра и кино Виктор Сухоруков. «Живая легенда» отечественного кино рассказал нам, почему часто в кино его персонажи полные тезки Виктора Ивановича. Это везде была моя инициатива. И началась она с первого большого фильма «Бакенбарды» Юрия Мамина, где у меня был персонаж по кличке Старик, а кличка Старик была у Владимира Ильича Ленина, как у вождя. Да, да. И он, Лейкин сценарист, назвал моего персонажа по кличке Старик. И я спросил режиссеру, а как его зовут? Я над этим не задумался. Я говорю, а пусть у него будет мое имя. Он говорит, да ради бога. И мне это так понравилось, что я и у Литринова играл под собственным именем. Многие картины даже поменяли, менял местами прямо во время съемок. Вместо Бориса я был Виктором. А Балабанов, когда готовил, сделал фильм про родов и людей, вообще обозвал меня Виктор Ивановичем. За лучший режиссерский дебют получил постановщик конкурсного фильма «Нормальный только я» кинозвезда Антон Богданов. Лучшей исполнительницей главной женской роли стала Алена Чехова, сыгравшая Александрину в фильме «Звезды мне укажут путь». А лучшим актером жюри выбрала Кузьму Сопрыкина за роль в фильме Маруся Фарева, Александра Владимировича Галибина. Картина для меня очень дорога, потому что, во-первых, я снимал ее в своем родном городе, потому что я сам из Ленинграда, сам из Петербурга. Мне казалось, что город я вижу немножко по-другому, чем увидят окружающие. Лучшим режиссером единогласно назвали Валентина Валентиновича Макарова, постановщика конкурсной фестивальной картины «Дюлур Масс Рестлинг». Я думаю, что есть определенные возможности и для национального, и вообще для российского кино. Я не знаю, как мы воспользуемся этим моментом, но думаю, люди найдут какой-то подход, и зритель должен вообще узнать, что российское кино развивается, и оно обязательно должен как-то найти своего зрителя и выйти вообще в народ. А лучшим фильмом фестиваля стал премьерный «Календарь Майя», который в Ульяновске представил кинопродюсер Юрий Михайлович Обухов. А чтобы нам надолго с нами не расставаться, я сейчас заканчу новую картину, которая называется «Нахимовцы». И так получилось, что главную роль в этой картине будет, вернее, исполнял тот артист, который сегодня будет на сцене, наш хороший друг Андрей Мерзликин. И если сегодня все, что-то время вам понравится, оно не может не понравиться, я думаю, в следующем году мы обязательно встретимся. И последнее. Мы сегодня расстаемся, мы сегодня уезжаем в различные города, расстаемся, конечно, с чувством огромного сожаления. У вас замечательный фестиваль, вы устраивали нам, кимендографистам и зрителям, изумительный праздник. Я пользуюсь присутствием людей, от которых зависит, которые в течение 13 лет любят этот фестиваль, поддерживают, доставляют праздник. Я говорю, вам и нам хочу обратиться с просьбой любить этот фестиваль, как вы любили его все 13 лет, а мы будем к вам приезжать с хорошими и очень хорошими картинами. Завершился кинофестиваль от всей души 2022 творческим вечером еще одной звезды театра и кино Андрея Ильича Мерзликина. Время куется на наших глазах и просто нужно соответствовать это время, быть на пике, надо быть в этом моменте, в разрезе, существовать, реагировать на все это живо, здорово. Вообще быть молодым, внимательным ко всему, что происходит и тогда, возможно. Ведь кино это отображение действительности. Действительно, если художнику удалось попасть в больное место, то этот фильм еще долго будет искать свое и находить свое зрительское признание. На сегодня это все. С вами был я, Матвей Семагин. Подробное интервью со всеми звездными гостями и участниками кинофестиваля от всей души в следующих выпусках программы «Культура». Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать!